Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными событиями к этому часу познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. Бороться с паводком продолжают в Алтайском крае. Остаются подтопленными около 100 домов. Региональный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» прошел в Барнауле. Участники более тысячи школьников. В честь Всемирного дня здоровья в минувшее воскресенье прошла акция «10 тысяч шагов к жизни» в юбилейном парке Краевой столицы. Ситуация с весенним подтоплением под контролем. Так пишут на сайте регионального МЧС. Для ликвидации последствий задействованы 1175 человек и 561 единица техники. В том числе от МЧС 191 специалисты и 70 машин. На территории региона талыми водами подтоплено 142 жилых дома и 453 приусадебных участка. На контроле остается ситуация в Волчихинском, Хабарском, Тюменцевском, Немецком, Национальном и некоторых других районах. Развернуто два пункта временного размещения, в которых находятся 20 человек. Алтайских аграриев познакомили с передовыми новинками сельхозтехники от китайского производителя. Официальный дистрибьютор компания «Ловел Сибирь» привез трактор серии «Пи» с бесступенчатой трансмиссией в Поспелихинский район. Здесь стартовал агропробег по всем районам региона. Как развивается партнерство между Алтайским краем и Китаем по направлению сельхозтехники – в следующем сюжете. Трактор «Ловел Сери Пи» с бесступенчатой трансмиссией представил алтайским аграриям официальный дистрибьютор «Ловел Сибирь». Техника разработана специально для тяжелой работы в поле и фермерских хозяйствах. На рынке тракторов с похожим видом трансмиссии в принципе не представлено. Здесь также имеется функция интеллектуальной подачи топлива, то есть это высочайшая экономия топлива. Есть и кондиционер, сидение мягкое, удобное для работы, поэтому это немаловажный фактор, при том, что наши механизаторы работают по 12, по 10 часов бывает в сезонный период. Компания «Ловел Сибирь» устроила агропробег, чтобы познакомить с новинкой весь Алтайский край. Начали с Паспельхинского района, одного из лидеров по сельхозпроизводству в регионе. Та новая техника, которая производится заводами «Ловел», она просто необходима для нашего района. В последние годы алтайские аграрии все чаще выбирают тракторы «Ловел» и хотят узнать о бренде больше. Я полностью закупил трактора и комбайн именно компании «Ловел». Я не ощутил при пассивной, при уборочной никакого дискомфорта, потому что любые требования, какие с моей стороны были, недочеты, они тут же исполнялись, делались. Причем с китайской стороны были представители, они приезжали, смотрели, и тут же все исправлялось. В марте 50 представителей крупнейших сельхозпредприятий Сибири побывали в Китае на производстве, где собирают технику. Остались только положительные эмоции. Страна нас встретила отлично. Техника производится высококачественная, то есть мы посмотрели завод, посмотрели, как там работают люди. Трактора, которые производятся в Китае, они действительно высокого качества. Поездку организовал дистрибьютор компании «Ловел Сибирь». По итогам визита прошла конференция. С делегатами подписали контракты на покупку техники на полмиллиарда рублей и обсудили дальнейшее сотрудничество. Они очень активно пытались от нас добиться обратной связи. Что вам нужно в тракторах, какие черты вы цените, как нам улучшить свою продукцию. Правительство двух стран подчеркивает важность партнерских отношений между государствами. Деловая поездка поддержала вектор развития и внесла свой вклад в торговый оборот между Россией и Китаем. Анна Москаленко, Анастасия Меншакова, Анатолий Коваленко. Новости. Новости. Открытые соревнования по радиотехническому многоборью проводит Алтайский технопарк «Кванториум-22». Учащиеся школ соревнуются в скоростной радиотелеграфии, моделировании электрических схем и других специальных дисциплинах. Наш корреспондент Константин Ганов наблюдает за школьниками, которые соревнуются в монтаже печатной платы. Константин, объясните, чем там занимаются курсанты? Коллеги, здравствуйте. Мы сейчас находимся в одной из аудиторий Алтайского политехнического техникума. Здесь проходит открытый краевой чемпионат по радиотехническому многоборью. Конкретно эти ребята паяют схему устройства. Я даже не помню, как оно называется, а это вот Станислав Смирнов, хронометрист. Что они сейчас делают? Что за схему они паяют? Они собирают реле схему для управления разными нагрузками. То есть, допустим, для лампы можно поставить датчик движения, допустим, на вход дома и лампу к ней же. И она будет регулировать вот это вот. То есть, прошел человек мимо датчика движения, и она, плата эта, сгенерировала импульс и отправила на лампу. Я так понимаю, задание, которое выполняют эти старшеклассники, оно не для старшеклассников, оно уже для первокурсников? Да, для первого курса призназначено, да. Более высший уровень. А вот скажите, пожалуйста, кто следит за этими ребятами из будущих работодателей, и какое будущее их ждет, в каких отраслях? Ну, профессия радиомеханика, она очень востребована в наше время. Она так и в мирное, так и в военное время тоже очень пригодится эта профессия, будет очень высокооплачиваемая. Ну, вот так, коллеги, это те самые ребята, которые будут давать серьезную фору зарубежным специалистам, как в мирных отраслях, так и на полях сражений. Коллеги. Константин, спасибо большое, а я продолжу выпуск. В Алтайский край пришла настоящая весна. Наконец-то можно гулять по улице в легких сапожках и ботинках. Как защитить любимую обувь в межсезонье, узнала Анастасия Меншакова. Если зимой главный враг обуви – это реагенты, которыми обрабатывают дороги, чтобы было не так скользко, то весной грязь и вода. Все-таки в Сибири живем, много снега, сейчас он активно тает. О том, как сохранить обувь в период межсезонья, как продлить срок ее службы, поговорим об этом с Игорем Пупковым, руководителем обувной мастерской. Игорь, добрый день. Обувь из какого материала? Кожа, искусственная кожа или замши? Лучше всего выдерживает такие погодные условия? Искусственная кожа и кожа. Ни в коем случае не замш. Можно, конечно, замш носить, но она требует определенного ухода. То есть всегда пропитка, всегда чистая, всегда высушенная. Только так мы можем спасти замшевую обувь в период вот этого вот слякоти и грязи. Искусственная кожа очень хорошо действует с водой. То есть нормально выдерживает всю воду, влагу, она не мокнет. Ее посушили дома и все, почистили все. За кожаные обуви требуется уход, крем, щетка. Она тоже должна быть всегда чистая и сухая. Желательно в эти погодные условия иметь две пары обуви. Ну, может быть, не все могут, но желательно, чтобы одну носили, вторая сохла и чистилась вечером. То есть не просыхает за ночь сейчас обувь. Если с вечера не просушить обувь, какие риски это несет? Мокрая обувь отклеивается при носке. То есть когда она сохнет, желательно сушить обувь только при комнатной температуре. Набивать ее газетами, ну, всевозможными какими-то салфетками, чтобы она просыхала и снаружи, и внутри. На батарее обувь отклеивается. Ну, чаще всего. То есть все к нам приходят люди на подклейку, это посушили на батарее и отклеились. А есть специальные электрические сушки, которые прям вставляют в обувь? Что о них думаете? Хорошо, хорошо. А в чем разница между батареей? Батарея прямое воздействие на подошву. Понимаете, мы ставим подошву и на батарею, и она греет, и чаще всего у нас батареи очень горячие. То есть, ну, подошва, клей тает от температуры, и от этого отваливается подошва. Какие элементы на обуви чаще всего страдают в период межсезонья, по вашему опыту? Место приклеивания. Вот именно место приклеивания подошвы к верху обуви. То есть там промокает, там сгибы, и туда вот, где немножко уже начинает отклеивать, сюда попадает грязь, песочек, все это, и это со временем дальше все это, ну, разрушается. Самое главное — это ухаживать, смотреть каждый вечер на свою обувь. Пришли домой, посмотрели на свою обувь, если там все хорошо, чисто, посушили все. Если нет, почистить, помыть, высушить, обработать с утра кремом. Сегодня практически каждый знает, для того, чтобы поддерживать свою физическую форму, нужно делать 10 тысяч шагов в день. В честь Всемирного дня здоровья в минувшее воскресенье прошла акция «10 тысяч шагов к жизни» в юбилейном парке Краевой столицы. Для участников провели мастер-класс по скандинавской ходьбе. Рассказали о том, как правильно передвигаться и выбирать палочки. Ну, не надо ни в коем случае брать палки выше, вот как для конькового хода в лыжах. Это будет очень серьезный перегруз. Ну, спортсменам, может быть, и ничего, а людям с остеохондрозом, которые со стажем, ничего хорошего это не даст. Медики утверждают, ходьба очень полезна. Во время пеших прогулок улучшается кровообращение, что благотворно влияет на сердце. Также укрепляются мышцы и суставы, улучшается работа головного мозга. «Какую бы вы хотели получить пользу? Хорошую работу сердца, значит, будет хорошая работа сердца. Хорошую работу, я извиняюсь, кишечника. Кишечника доказано даже, что очень хорошо работают мозги. И если бы был изобретен такой препарат, который улучшает память, внимание, то польза ходьбы все равно была бы на более высоком месте, чем даже лекарственный какой-то препарат». Также для всех желающих проверить свое здоровье во время акции действовали мобильные пункты Краевого центра общественного здоровья. Барнаульцы могли бесплатно проверить уровень холестерина и сахара в крови. Региональный этап всероссийского конкурса «Чтецов. Живая классика» прошел в Барнауле. В нем приняли участие более тысячи учащихся с 5 по 11 класс из 7 городов и 30 районов края. «Мой сосед, не старый еще мужчина, с бородой, на танцах своему соседу след, ежедневно спросил. А что, товарищ, это заседание, ренарное?» Конкурс проходит уже в 13-й раз. В нем участвуют дети от 10 до 17 лет. На большой сцене юные декламаторы читали отрывки из русской и зарубежной классики. В этом году конкурс приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Произведения подбираются даже, скорее всего, вместе с родителями, в семье. Ведь сегодня интерес к семейному чтению очень возрос. Несмотря на то, что год семьи, мы постоянно об этом говорим сейчас и подчеркиваем, что даже к конкурсному выступлению ребята советовались с родителями. Конкурс призван повысить интерес молодежи к чтению классической литературы, возродить традиции семейного чтения, а также помочь в поиске и поддержке юных талантов. Победитель конкурса получит путевку в лагерь «Артек». А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...